МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. И с нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Александр Анатольевич, мировые СМИ пишут сейчас про переговоры. Разные совершенно СМИ, и дружеские, и враждебные, но тем не менее предлагаются разные планы. Трамп сказал, что он будет склонять Украину, чтобы она отдала Донбасс и Крым. Если я правильно его понял. Китайский есть план из 12 пунктов, который Лавров оценил очень позитивно. Есть план Зеленского, его даже стыдно обсуждать. В общем, разные какие-то предложения есть. Что вы об этом думаете? Есть ли какое-то тут в них здравое зерно? Во-первых, это банальная мысль о том, что любая война заканчивается переговорами. Я думаю, что она не совсем верна. Переговоры ведут к окончанию войн. Наверное, это было бы правильнее. Что касается мирных переговоров, президент России же четко сказал, что мы готовы обсуждать вопросы, но не переговоры ради переговоров. Нас это не устраивает. Потом надо понимать, что те задачи и цели, которые были поставлены президентом, нашим главнокомандующим, вооруженными силами, они ведь еще не выполнены до конца. Это тоже надо учитывать. Прошедшая неделя с этой точки зрения была очень важной. Я должен подчеркнуть, что визит министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова в Китай и обсуждение вопроса, в том числе и мирного регулирования тех международных конфликтов, которые имеют место быть. Это прежде всего, конечно, украинский и ближневосточный. Они являлись, и Лавров об этом четко сказал, краеугольным камнем его визита в Пекин. Кроме того, конечно, нужно учитывать и визит господина Блинкина, госсекретаря Соединенных Штатов, в Европу. Понимаете, вот здесь обозначаются четыре очень важных субъекта международного права. Россия, Китай, с одной стороны, с другой стороны, Соединенные Штаты и Европейские Союзы, НАТО. Вот четыре субъекта, от которых, конечно, в значительной степени зависят и итоги любых переговоров. Но опять же должен повторить, возвращаясь к вашему вопросу, доведет ли переговорный процесс до Киева. Скорее всего, сейчас, конечно, да, многие акторы, международные акторы готовы обсуждать эти проблемы мирного регулирования. Но готова ли Украина? Украина не является субъектом, по сути дела. Вот именно. Да, она не является субъектом международного права. Может быть, к большому сожалению или к счастью, но это не так. Поэтому 10 шагов, о которых говорил Зеленский, и собственно, которые были прописаны им 26 сентября 2022 года, они практически невыполнимы. Там главный тезис заключается в том, что Россия должна вернуться, и Украина должна вернуться к границам 1991 года. Это значит, ну это же камень преткновения, да, то есть никакие переговоры с этой точки зрения невозможны. И более того, Зеленский запретил же вести переговоры. Мирно и немирно и себе запретил, и своему офису запретил вести переговоры с Россией. Ну а что там дальше говорить? Виктор Николаевич, ну просто не надо быть исследователем прессы западной, чтобы увидеть, как только мы несколько активизировались в нанесении ударов, как только заговорили о нашем наступлении, резко изменилась тональность западной прессы и западных политиков. В общем-то, анализ такая, давайте скорее начинать переговоры, пока не поздно, давайте оставим Украине хотя бы то, что за ней осталось. Вот вас это не пугает? Нам-то это зачем надо? То есть любой ценой под предлогом переговоров хотят остановить наши боевые действия. Вот и все. Ну, какие могут быть сейчас переговоры? Вот здесь уже правильно было сказано. Зеленский своим указом, это не просто там потрепался перед телекамерой, да, он своим указом запретил любые переговоры. Второе, здесь тоже это прозвучало, но о каких переговорах и киевских условиях можно идти, если Зеленский категорически требует а, полностью вывести войска из Крыма и б, полностью освободить все эти территории, которые уже отчасти стали российскими, российскими субъектами. Помните, что Вытиеват, правда, но пнул Песков Зеленского, когда сказал, надо учитывать нынешние сложившиеся реалии. А реалии, они понятны, да, 60% субъекта Российской Федерации и Донецкой области только под нашим контролем. Там где-то 70-80% Луганская область, да, или республика, да, по половине Херсонской и Запорожской области. Какие переговоры? Вы скажите это солдату в окопе или скажите родителям, родственникам, женам погибших наших офицеров. Они вряд ли нас поймут. Давайте говорить правду. Понимаете, зачем мы вообще тогда, получается, мы вот эту вели более чем двухконечную специальную операцию, а теперь, Ваня, забирай штык в землю, забирай манатки и иди по домам. Но не поймет этого армии и так далее. Важно, пожалуй, только одно. Мы пока видим, Киев напрочь отказывается от переговоров. Это А. Б. Москва имеет свой четкий план. Он уже объявлен был еще тогда, когда мы в Киев представили это. Но что касается Запада, Запад ведет свою игру. Он тут такой вот свахой, переговорной свахой пытается быть между нами. Вы знаете, я думаю, что это очень опасно. Даже разговоры в этих условиях опасны. А что же, зачем будем вести переговоры? Пока Киев получит деньги, пока Киев накачает армию новым оружием, пока Киев мобилизует армию. Я не знаю, там 14-летние будут, Зеленюгин будут они набирать или нет. Вы понимаете, мы можем под крышей или под прикрытием разговоров и переговоров мы можем прозвивать стратегический момент, когда надо думать, пожалуй, не о переговорах, не о переговорах, а надо, наверное, думать о том, как дальше развивать наступление и в конце концов освободить хотя бы на 100% Луганскую Народную Республику. Ну, как вот поймет армия, спускаемся в окоп, и здесь офицеры и солдаты. Виктор Николаевич, на каких условиях могут идти переговоры? Я говорю, только на московских. Ну, такой я нахальный хлопец, понимаете? Только на московских условиях, да. Киев их отвергает. Значит, что? Вон цель, вон высотка, вон город. Дальше надо идти и брать, и перемалывать украинскую армию. Вот так я думаю. Мне противно слово переговоры. Я считаю, что в данных условиях не надо попадаться на эту западную удочку с таким смачным червячком о перемирии, о переговорах, про 91-й год. Машина запущена, и у нашей специальной операции нет задней скорости. Все. Константин Владимирович, я в целом с Виктором Николаевичем согласен. Но мне кажется, что далеко, к сожалению, далеко не все у нас в стране решает армия. Очень влиятельная группа и во власти, и в бизнесе, и в политике. Это то, что можно условно назвать пятой колонной. И то, что вот эта группа, она совершенно другого хочет. Она хочет примириться с Западом. Насколько эта группа сильна? Насколько она влиятельна? И такое впечатление, что сейчас она как-то тоже готовится к наступлению. Вопрос важный, который вы задали. Но сначала нужно определиться с предыдущими вопросами. Но они связаны. Значит, мы должны констатировать, что на данный момент мы ведем войну гибридную с Западом. Поэтому разговор про переменение на Украине – это лишь один из фрагментов комплекса вопросов, касающихся переговоров с Западом. Подчеркиваю, один из фрагментов. Они все связаны. Второе. Запад потерпел тяжелое стратегическое поражение к декабрю прошлого года, признанное западными элитами в виде краха гибридного Блицкрига. Полного краха гибридного Блицкрига. Я уже об этом говорил. Попытки каким-то образом изменить ситуацию, попытки втянуть западные страны новые в войну, упираются в то, что Запад не успевает перевести свою промышленность на военные рельсы. Запад не успевает сформировать нацию войны и своих народов. Запад не успевает перевооружить Украину. В этой связи Западу нужна передышка в военных действиях на Украине. Потому что разгром Украины, вот этот смысл СВО и роль СВО в этой гибридной войне, будет означать крах уже Западной войны против России. Вот что это означает. То есть после этого у них нет плацдарма, где начинать дальше боевые действия. Вот в чем соль. Это точно. Именно нет плацдарма. Поэтому и пошли разговоры про переговоры. Потому что мы наступаем, у них нет возможности сдержать это наступление. Потому что и сам Запад и готов сейчас вмешаться, но у него нет того потенциала, которым он должен вмешиваться. Поэтому на что делает ставку Запад, когда начинают разговоры про переговоры? Первое, на что он делает ставку? На то, что как минимум, это программа минимум, получить передышку, минимум год-полтора, для подготовки к новому наступлению на Россию. Гибридному наступлению на Россию. Подчеркиваю, гибридному. Как программа максимум, добиться такого, результата этих переговоров и прекращения или остановки военных действий, приостановки военных действий, при которой будет воспринято российским обществом, как правильно говорил Виктор Николаевич, фронтовыми офицерами и солдатами, такой итог переговоров, как военно-политическое поражение России. Как говорили великие полководцы разных времен и народов, важно не сражение победить, а войну выиграть. Мы побеждаем, но если мы идем в подобные переговоры, мы проигрываем войну. Войну гибридную. Вот это программа максимум, когда мы говорим об этих переговорах. И в этом контексте на Запад работает пятая колонна, которая давит на то, чтобы были переговоры. Поскольку задача пятой колонны в этих условиях, программа минимум, приостановить действия для того, чтобы добиться условий для того, чтобы враг, Запад, я даже про Карину не говорю, Запад, смог перевооружиться, подготовиться и начать уже полномасштабное, более крупномасштабное наступление против России с повлечением уже значительно больших сил, чем ВСУ, либо программа максимум, это получить возможность пятой колонны на фоне крайнего недовольства в виде военно-политического поражения России, когда все скажут, у нас украли победу, вот, свергнуть действующую власть и заменить его действующую власть на марионетку. Как этому противодействовать? Вот вопрос в том, что, конечно, учитывая многослойность, многовекслойность этой пятой колонны, противодействие тоже самое, только комплексное. На одних уровнях должны очень активно работать спецслужбы. Отлавливать, выявлять, уничтожать. На других уровнях должны работать кадровые органы и, опять-таки, спецслужбы, которые должны классифицировать, где ошибка, а где злой умысел. Должны работать правовые органы, которые, наконец, должны за ошибки, как в кавычках, так и без кавычек, привлекать людей к ответственности. Потому что, ну, простая вещь, если обшибся водитель автобуса или грузовика, или легковушки, на кого-то наехал и сбил, он садится в тюрьму. Причем иногда на очень большие сроки. Почему человек, в результате его, скажем, даже реальной ошибки, пострадали люди, а может даже и погибли на фронте люди, почему он, пусть даже он занимает высокую должность, не должен ответить за это. Это он должен за это отвечать. Значит, безусловно, должна быть меняться кадровая политика. Безусловно, должна быть меняться экономическая политика. Вот такое комплексное воздействие должно быть реализовано. Василий, вот сообщается, что России удалось повредить до 80% электростанций, ну, не разрушить, а повредить хотя бы, которые контролируются киевским режимом. И мы давно призывали переходить к более активным ударам, вроде бы начали к этому переходить. Действительно ли тактика изменилась? Насколько это устойчивая тенденция? И каких результатов вы ждете? Ну, как всегда говорит в нашей программе Константин Валентинович, специальная военная операция это на громадный процент гораздо больше, чем нежели иное. Это политические решения. Поэтому то, что эти 80% не были порушены, а кое-что уничтожены раньше, решение политическое. Могли мы раньше уничтожить? Могли. Конечно, тут надо учитывать, что у нас боевых возможностей стало побольше. появились новые планирующие. Ракеты не кончились, как говорила Евгений. Не то, что ракеты не кончились. Мы, имея громадные запасы старых наших авиабомб, умудрились их так модернизировать, что теперь там все вводят только об упоминании о полуторатонной. А еще есть трехтонные, но пока их не применяли. Но обязательно применим. Что это значит? Это значит, что СВО, есть, конечно, СВО юридически, но Дмитрий Сергеевич Песков в своем интервью известием или аргументом факта, сейчас не вспомню точно. Он сказал, что мы де-факто находимся в состоянии войны. И по большому счету главная здесь проблема, то, что мы попытаемся опять усидеть на двух стульях. Мы де-факто, это все признали, это можно говорить, в состоянии войны, а де-юра нет. У нас специальная военная операция. Ну, специальная военная операция в понимании человека военного, это операция, ну, как принуждение Грузии к миру. Ну, неделя, ну, две, ну, месяц. То, что происходит сейчас на линии соприкосновения, это реальная, де-факто, война. Даже Афганистан называли войной. Но то, что мы сейчас де-юра сообщаем, что у нас не война, мы на более серьезном фронте повторяем ошибку нулевого года. Когда, помните, во время чеченской кампании, во время, так сказать, контртеррористической операции, у нас там не было военного положения. У нас там была мирная жизнь. И можно было привлечь нашего офицера, извините меня, за убийство, как будто он совершил его в Подмосковье. Там поймал какую-то там и кого-то там убил. Это такой просто пример. Мы сейчас, тем, что мы юридически не признаем это, мы ставим палки в колеса нашим военным, нашим правоохранителям. Да всем ставим палки в колеса. Потому что, если у нас де-факто война, давайте не будем стесняться. Давайте мы ее признаем де-юре, и нам будет проще. Потому что сейчас я не экономист. Может быть, из экономических соображений мы там не признаем. войну войной, и это нам в чем-то на руку. Но как человек военный, вы меня извините, как человек, который служил в правоохранительных органах, я очень четко вижу, как трудно сейчас нашим ребятам. То есть, они вынуждены работать по законам и по всем нормативным актам подзаконным мирного времени реально по войне. про войне неопределенности. То есть, мы ловим человека, который доказуемо совершенно, как Константин Владимирович поджег аэродром. И вместо того, чтобы у этого аэродрома тут же расстрелять, как это было в осадной Москве, когда мы там ловили диверсанта, который фонариком подсвечивал немецким самолетом, фонарик в сторону, это к стенке. И все понимают, что так и будет. Тут ошибки судебные быть не может. Или, допустим, сейчас недавно в СМИ прошла информация. Некий специалист в кавычках украл 2 миллиарда рублей на поставках некачественных бронежилетов в СВО. Простите, это сколько людей погибли из-за этого негодяя. Это не ошибка. Это он умыженно сделал, поставив свою шерсть выше государственной. Вот здесь очень важно понимать, что продолжать удары нужно. И идти до конца нужно. И менять не только в сознании, но и менять в правовом поле. Если мы этого не сделаем, мы все равно победим. Но больше кровью и дольше по времени. Виктор Николаевич, вот опять же из западной прессы, она даже иногда более информативна, очень обеспокоен положением вокруг Харькова. А Скотт Риттер, которого вы, конечно, знаете, он пишет, что участь Харькова вообще решена. Прямо вот открытым текстом. Он любит немножко забегать вперед. Но тем не менее, на ваш взгляд, что сейчас происходит на этом направлении? Насколько это вообще важная горячая точка? Вы сейчас сказали, что западная пропаганда или западная пресса знает больше о Харькове, чем мы с вами или кто-то другой. Вы знаете, о ситуации в Харькове буквально на дне сказал сам Зеленский. Он там собрал, вы знаете, совещание с генералами и сказал, что он открытым текстом сказал, что особенно меня тревожит ситуация в Харькове. Да, ситуация очень колоритная, интересная, если можно сказать. Но вы знаете, что Харьков в темноте существует после того, как мы вырубили энергоемкости. Что еще характерно для Харькова? Засилие Азова. Вы знаете, это террористическая запрещенная организация. Зачем это делается? Азовцы шныряют по квартирам, выясняют про российско настроенных людей и те, кто собирается смазываться олом пятки и убегать из Харькова. Они просто с манатками на улицах останавливают и под стволами автоматов возвращают назад. Очень серьезно обсуждает народ, будет ли Путин брать Харьков. Вы знаете, это достаточно любопытный вопрос, но я вам скажу, проговорюсь немножко, не будем мы брать Харьков, не будем мы из него и Дрезден делать. Мы, как сказал мне один очень знающий человек, мы из этого города сделаем лысого ежика. Что это такое? А мы просто обрубаем все те иголки или те дороги логистические, по которым Харьков насыщается боеприпасами, резервами, ну и так далее. Пока речь идет о сжимании клещей вокруг Харькова. Ну, а теперь я короткий вопрос вам и себе задам. Вот я не знаю, у меня мозги в раскоряку. Мы сейчас с вами будем говорить и говорим о наступлении. Куда бежать российские армии? На север, решая проблему Харькова за прикрытие прифронтовых областей, Белгородской, да? Или нам надо заниматься Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одессой, Николаем? Я вот вы знаете, не знаю, не знаю. Если бы меня в генштабе спросили, я бы так честно положил руку на печень и сказал, я не знаю, какую задачу надо сегодня решать в первую очередь. Александр Анатольевич, ну вот, может быть, решать-то надо задачу как раз с Вашингтоном, оттуда, там, так сказать, корень зла. Это я к чему? Вот переговоры некие, может быть, допустим, теоретически, пока теоретически может измениться там действительно власть США, могут нам предложить какие-то условия, внешне выглядящие как довольно приемлемые, могут дать, опять же, устно какие-то гарантии, но как вообще в принципе всему этому можно верить, если это будут всего лишь слова? Они же как хозяева своему слову сегодня дал, завтра отобрал. Ну да. Ну, во-первых, я должен сразу сказать, что никаких переговоров с Западом, но прежде всего с Соединенными Штатами и с НАТО мы не ведем. Пока нет. А вот Трамп тоже скажет, вы хорошие ребята. Это первое, да, что касается предстоящих президентских выборов, которые, я напомню, состоят с 5 ноября текущего года, ну, что называется, сейчас еще не все понятно, будет ли Трамп, будет ли Байден, по сути дела это два кандидата, от Трампа от республиканской партии, демократа Джо Байден, вы знаете, сейчас сокращается вот тот разрыв между Трампом и Байденом, который был в конце 23-го года. Если в декабре он составлял примерно 9 пунктов, то сейчас, в связи с тем, что многие не согласны с позицией Трампа, это нужно тоже отмечать в Соединенных Штатах, вот этот разрыв сократился до 4-х. Поэтому, что будет к ноябрю, вообще, это гадание, что называется, на кофейной гуще. Если гипотетически представить, что Трамп приходит к власти, но, честно говоря, у меня никаких нет благоприятных ожиданий от деятельности Трампа. Я, в принципе, считаю, что этот республиканец, в кавычках, опять же, он не член республиканской партии, он идет от республиканской партии, но он никогда не был республиканцем, он не выполнит своих обещаний. Для Трампа, извините меня, вся его жизнь это полное вранье. Понимаете? Поэтому ожидать, что Трамп будет действовать в рамках каких-то национальных интересов России, а не Соединенных Штатов, да это бред. Хотя, некоторые эксперты об этом говорят. Но вернусь к настоящему моменту. К тому визиту, который я уже анонсировал в начале нашей передачи, это визит Энтони Блинкина, госсекретаря страны Европы. Но прежде всего, я напомню, что 4 апреля это знаменательная дата, было торжественное собрание у них по поводу 75-летия блока НАТО, где они там разрезали торт, говорили, но это не важно. На самом деле, конечно, знаковой была встреча в Париже 2 апреля, когда Блинкин полетел к Макрону, который сейчас мерит на себя или примеряет на себя шинель главнокомандующего европейской армии. Да, и готов ввести войска французские на территорию Украины. Но, собственно сказать, как нам стало известно из достоверных источников, эти переговоры состоялись, состоялись, и главным лейтмотивом этих переговоров был бледный вид господина Макрона. Блинкин достаточно жестко разговаривал с Макроном, поэтому, скорее всего, мы можем предположить, что никаких французских войск на территории Украины не будет. Точно так же, как и Блинкин сказал, что не будет. Он передал послание Джо Байдена, никаких американских войск не будет. Поэтому, если вы хотите ввести войска, он достаточно грубо обошелся с Макроном, сказал, что мажоретки вам в помощь. Это, в общем-то, такая достаточно серьезная оплеуха президенту Французской Республики. И заявил четко, что даже не планируете, потому что это война, и это надолго. Поэтому страны НАТО, а на саммите 4 апреля, когда Столтенберг говорил о том, что мы готовы воевать с Россией на поле боя. И более того, мы сейчас собираем фонд в 100 миллиардов евро. А в кулуарах сказал, что мы хотим напугать Россию. Вот 100 миллиардов это должно все-таки отрезвить Путина и напугать Россию. На что Сиярта, министр иностранного делал в Венгрии в кулуарах естественно вот этого саммита 4 апреля заявил, что вы скорее напугали европейцев, потому что им же надо собирать эти деньги. Поэтому эта война не наша, эта война не НАТО, и мы в этом участвовать не будем. Константин А вот в целом как вы видите стратегическую ситуацию, какие бы условия нас устроили. Но я не могу себе представить все-таки как мы можем оказаться в безопасности без постановки Киева именно под наш контроль и без ликвидации вот этой раковой опухоли на теле Украины. Вот какие условия были бы для нас приемлемы. Значит после двух с лишним лет тяжелейшей вооруженной борьбы в рамках специальной военной операции единственным приемлемым исходом для нашей страны может быть освобождение полной территории Украины, может быть оставить западные территории Польши Бог с ними пусть будет. Пусть галичина западенцы с поляками живут. Второе что я могу сказать значит я об этом говорил и еще в 2008 году 16 лет назад писал статье большой статье брошюра получилась 32 страницы характер третьей мировой войны что после первых серьезных стратегических поражений западная коалиция испытает очень серьезные проблемы с внутриполитической устойчивостью эти проблемы начались и 24 год как раз говорит о том что исход военных действий на Украине может быть лишь быть решен и в целом исход противостояния с западом может быть решен по итогам событий внутриполитических событий в Европе и вообще в целом западной цивилизации связанных с выборным процессом и не только вот что мы сегодня видим мы сегодня видим что народы Европы явно устали от глобалистских ставленников вот как упоминал Александр Анатольевич значит приходят люди вот тоже Пелегрине Фиццо Орбан остался АДГ альтернатива для Германии во Франции там набирает обороты значит Мари Лепен вот как Мишон у них Меланшон Меланшон коммунист да коммунист КП 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 КПФ КПФ Национальный Капитал Капитал или это те силы которые поднимаются против глобалистов это те силы которые давно уже осмыслили всю меру опасности глобалистов вот и эти силы наши союзники это не значит что мы они будут работать на нас я еще раз подчеркиваю принципиальный вопрос наш союзник не тот кто будет под нас ложиться враг моего врага мой друг не враг даже наш союзник не тот кто под нас ложится наш союзник не тот кто подписывает с нами договор наш союзник тот кто строит многополярный мир потому что именно многополярный мир забьет гвоздь в крюшку гроба глобалистов многополярный мир не будет мирным мы потом перспективы можем конфликтовать и иметь массу противоречий и конфликтов с этими самыми всеми и фица и пилигрини и кем угодно и с тем же АДГ с кем угодно но это будет многополярный мир ради которого мы строим поэтому в штатах 4% разницы значения не имеет хоть вровень хоть что будет важно только одно что когда начался процесс в общем-то заурядная вещь вещь зауряднейшая вещь в Техасе 25 штатов выступили против федерального правительства ведь они открыто выступили а ведь это мелочь а представьте себе если там действительно подтасуют выборы и обеспечат победу Трампу Байдену а если побеждает Трамп с той же страны тоже выступят поэтому события в штатах будут будут очень серьезные я не говорю что там начнется гражданская война хотя риск сильно возрастет но то что им будет уже сильно не до Украины это факт и вот на этом фоне на этом фоне я констатирую что на геополитическом уровне за счет внутренних деструкций которые наблюдаются в этой западной цивилизации ее потенциал начинает снижаться это еще одна из причин по которой они хотят сейчас любого перемирия для того чтобы обеспечить внутриполитическую какую-то стабильность и перевод своей промышленности на военные рельсы и мобилизацию своего населения с формированием партии войны у них этого времени нету это замысел глобалистов против них действуют очень серьезные силы внутри конечно мы должны им помогать Василий Юрьевич но опять же из западной прессы резко у них увеличился пессимизм даже в некоторых вопросах появились панические нотки и тем не менее там стоит вопрос об участии войск НАТО на территории Украины и поколение это сменилось сейчас у власти находятся во многих странах молодые безответственные люди которые войны никогда не знают никогда не видели их и ядерная война не особо пугает вот на Ваш взгляд могут ли эти авантюристы во многом безмозглые будем называть вещи своими именами попытаться все-таки втащить НАТО в военный конфликт как Вы оцениваете эти риски не просто могут они это делают и ведь беда не только в том что это люди молодые которые не знают и не помнят войны они еще не хотят учить историю конечно то есть молодой человек он может быть образованным понимать истоки проблемы ну как-то экстраполировать ситуацию а бывают такие отморозки извините меня как при гуде на батуте Анна Лена Бербок там интеллекта никакого а министр иностранных дел каждое ее слово может вызвать серьезное в том числе и военное противостояние а НАТО не включая мозги иногда с любых трибун лепит такое что ну просто взрослые яденьги понимая что она дура просто ей прощают а если кто-то захочет использовать это как повод то виновата будет Германия вот такие люди они опасны они могут развязать на самом деле развязать ядерную войну это не трудно вот именно практически невозможно будет ее остановить поэтому вот эти вот люди они есть эти люди стремятся сделать это и то что так сказать приехал Блинкин и хамил Макрону жестко его так сказать уговаривал это не делать это не значит что Макрон с подачи каких-то своих неправильно ориентированных советников или министров это не сделает он может это сделать Александр Анатольевич ну вот с чего мы начали нашу программу там брать Киев не брать Киев ну может быть и фигурально брать там или брать под контроль в самом широком смысле возможно ли завершение нашей спецоперации в глобальном смысле без постановки под контроль Киева в той или иной форме идеологической или военной ну любой ну я выскажу собственную точку зрения я считаю что я вот в реплике Константин Валентинович сказал что освобождать нужно полностью Украину доходить до границ так называемой Европы вот что касается Киева Киев город российский русский город русский город изначально это мать городов русских поэтому как можно проводить специальную военную операцию оставить город Киев и отдать его на лодку европеидам нет я считаю что освобождать нужно и Киев и Одессу и Полтаву и Николаев и Сумы и все города всю территорию Украины но я напомню что Рент Корпорейшн американская компания еще в 1957 году разработала специальный план да согласно которого Украина была поделена на 12 зон вот 12 зон 8 зон они отдают якобы России потому что там проводить специальную операцию специальных сил реагирования невозможно потому что там пророссийское прорусское население и даже тратить силу на это не надо то есть вся фактически левобережная Украина по левому берегу Днепра что касается четырех зон о которых они писали и там проводили целый комплекс мероприятий вот это Закарпатская область это естественно Ровенская Луцкая Тернопольская Хмельницкая Черниговская вот они в общем-то писали тогда еще что эта зона очень благоприятная для противостояний с Россией сейчас несколько позиций безусловно изменилась вот и с этой точки зрения я убежден что никаких там зонах которые писали ориен ренд корпорейшн да это нужно иметь ввиду но особо нужно постепенно да это трудно я понимаю военных я понимаю наших ребят которые там воюют кладут свои жизни получают ранения тяжелые увечья вот но понимаете оставить анклав какой-то даже в рамках одной области или двух областей я кстати знаю Тернобыльскую область и Хмельницкую и Ровенскую и уж тем более Закарпатскую область я там служил я знаю настроение людей и сейчас тоже они я не могу сказать что они там все стремятся в Европу поэтому специальную операцию нужно проводить вот и я здесь абсолютно солидарен с Константином Валентиновичем который говорил о том что да нужно проводить целый комплекс мероприятий направленных на санацию населения это очень правильный термин я говорю режим Зеленского это вирус стоит его оставить хотя бы квадратный метр даже на йоту оставим мы его это будет это будет точка опоры запада вылезет обратно понимаете Виктор Николаевич российский ВПК работает в три смены спасибо кстати советскому за делу действительно благодаря этому мы сейчас втрое практически превосходим страны НАТО для людские резервы тоже у нас определенные есть то есть в принципе мы можем перейти к наступлению так вот на ваш взгляд перейдем или не перейдем я тут хочу вам напомнить заявление буквально которому несколько дней о том что Зеленский сказал что он готовит свою армию к новому наступлению в том Зеленскому заявил и командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Павлюк он даже больше проговорился он сказал что уже сформирована ударная группировка ну и вы знаете американские генералы тоже не отказывают себе в удовольствие пригрозить российской армии новым украинским наступлением это это совершенно понятно это одна сторона вопроса но здесь обывателя у нас с вами неизбежно перед нами возникает вопрос а куда наступать вот куда наступать ведь мозги в раскоряку север это Харьков для того чтобы там в общем-то прикрыть наши приграничные области хотя бы процентов на 70 потому что даже если мы отодвинем на 300 километров в санитарную любую взрывную зону у врага все равно будут ракеты которые летают на 500 километров а уж беспилотики там есть говорят на 3000 километров таким образом мы наступая на на Харьков ну более-менее скажем так основательно откажемся от этого или прикроем эту напасть не совсем не совсем процентов на 70 я грубо говорю так темене кручу головой ну что на Харьков на север да на север так для этого нужна группировка для этого нужна очень мощная группировка а что же в тылу а что с юга а что юг бросим и побежим на север а у нас же сколько работы я уже говорил Донецка Луганска Запорожская Капсовская а тут что делать вот такая вот ситуация когда хочется знаете трусы да назрей подтянуть а ноги босые надо же думать думать что нам дальше делать для того чтобы наступать да вроде бы сейчас сложилась хорошая ситуация да мы поймали хайп после Авдеевки мы сейчас вгрызаемся часом яры там у нас направление совершенно уже в бинокль можно видеть и славянцы и Краматорск и новые фортеции а вот почему мы сейчас не делаем такой выгодный навал к тому же денег пока не получили украинцы да к тому же поставки вооружений сейчас замедлились да ф-16 это пока только разговоры но мы уже там долбим аэродромы куда они прицелились Хмельницкой области Кривородской области я я одного сейчас я не могу понять да да мы можем наступать но для этого надо создать определенные преимущества в силе в личном составе и в технике вот вроде бы есть сведения что мы накапливаем такой кулак пока нет сведений какое же мы направление наступления выберем главным куда идти на север и на юг у меня к сожалению пока ответа на этот вопрос нет Константин заключительный вопрос но просьба вкратце обострение с НАТО конечно может повлечь много проблем и имеет много минусов но есть в данном случае и один конкретный плюс прекрасный повод разобраться с пятой колонной что вы об этом думаете значит я немножко дополню по поводу наступления значит в настоящее время численность нашей группировки превышает 600 тысяч человек так это по грубо моим личным оценкам а может не соответствует действительности вот скорее всего может и не соответствует действительности но это и не нужно знать вот так или иначе порядок величины такой это означает это 2 полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны добровольцы идут с темпом после крокуса до 16 тысяч человек в день записываются в состав российской армии то есть резервы есть поэтому сейчас мы имеем возможность провести полнокроцентную стратегическую наступательную операцию мы это можем сделать в которой будет решаться задача окружения и уничтожения всей группировки ВСУ на юге в смысле на востоке Украины по классике как окружали немцев и потом ее из окружения уничтожать но именно эта подобная операция может привести к тому что НАТО оказавшись в отчаянном положении глобалисты пойдут ва-банк вот на это они пойти могут и то что сейчас мы действуя осторожно получаем активность со стороны угрозы вмешательства НАТО в это дело то такие подобные действия однозначно перейдут к такому конфликту и очень быстро подчеркиваю очень быстро в считанные буквально неделю-две дело перейдет в ядерную фазу сто процентов поэтому когда мы начнем наступать вот правильно сказал мы будем выбирать Виктор Николаевич какие-то отдельные направления но не потому что у нас нет сил а потому что у нас необходимо четко маневрировать с политической точки зрения где можно наступать а где нельзя чтобы не спровоцировать тех вот смысл этого действия наших вот вопрос с пятой колонной безусловно вот и я уже в своем выступлении говорил что этот процесс пошел вот теперь вопрос состоит только в одном чтобы та же история не спровоцировать пятую колонну на согласованное крупномасштабное выступление а бить ее по частям вот это классика и я полагаю что начиная с 8 мая этот процесс начнется я надеюсь подчеркиваю слово ключевое надеюсь что после 8 мая мы увидим обновленное правительство потому что сам факт того что проведено как минимум национализация двух ключевых отраслей предполагающая проведение плановой экономики внедрение плановых принципов хозяйствования этими отраслями должны руководить в правительстве люди которые привержены плановой экономике по другому не получится на рыночнике не смогут с этим справиться ну как показывает исторический опыт не только советского союза но и россии вообще любые договоренности запада могут быть сделаны только с позиции силы а иначе они не будут стоить даже той бумаги на которой будут напечатаны а с вами была программа точка зрения и я ведущий Дмитрий Аграновский до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok